Баскетболистки «Нефтяника» Басок из-под кольца, точный трехочковый Затем «Спартак» накрыли нашу команду цепким прессингом И начали наращивать преимущество в счете В некоторых моментах мы играли ловушки В некоторых моментах мы не играли ловушки И девчонки уже, они потеряли свой темп «Омск» – потрясающая команда, которая после подбора бежит И мы смогли это остановить Мы не дали им взять подбор и не дали им сделать быстрые переходы Главный тренер «Нефтяника» Елена Лазуткина провела серию замен Ксения Афанасенко и Мария Антошина забросили два трехочковых Разрыв сократился и у «Нефтяника» появился шанс на успешное продолжение игры Подкорректировали защиту, начали играть более агрессивно Поменяли рисунок нападения У нас стали получаться какие-то комбинации Забивали трешки и из-за этого получилось чуть-чуть догнать Во второй четверти можно было увидеть новый натиск «Спарты» Подмосковная команда набрала 13 очков к ряду 38-19 к большому перерыву У нас круто получилось загрузить пост У нас сегодня очень много мячей, забито из-под кольца У нас сегодня очень много подборов И я считаю, что мы выполнили тренерскую установку «Спарта» стремилась действовать в том же динамичном комбинационном стиле Баскетболистки «Нефтяника» проявили характер И нашли пути к кольцу соперниц На мячке немного сократили разрыв в счете Но в заключительной четверти подмосковная команда Удержала игру под контролем И взяла вверх матча со счетом 73-53 Баскетболистки и тренеры «Нефтяника» получили ценный опыт Который пригодится команде в матчах регулярного чемпионата Сократить до 15 очков мы сократили, но дальнейшего не получилось Ну, то есть, конечно, еще тяжело Команда новая, многие девчонки новые, они теряются Ну, и даже игроки, которые у нас с того года не совсем правильно играли И в нападении, и в защите Ну, что не получилось, то не получилось Будем над этим работать Первые матчи чемпионата России среди команд Суперлиги-1 «Нефтяник» проведет на выезде 9 и 10 октября Омские баскетболистки сыграют с командой УГМК «Юниор» из Екатеринбурга